Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я вас всех приветствую. Сейчас будет онлайн-расклад, и тема будет называться так. Что он сейчас обо мне думает? Давайте будем смотреть. Будет сейчас общий расклад, одна позиция. Загадывайте любимого человека. Представьте его, какой он. Подумайте о нем. Итак, смотрим, что он сейчас думает о вас. Вы вообще кто в его лице? Какая вы женщина? Давайте посмотрим. Ну, вы ушли от него. Вы императрица. Вы императрица, которая ушла. Вы истинная женщина. Очень нежная, очень ласковая, с прекрасными женскими формами. Потрясающий женский у вас запах. Вы просто излучаете свет женственный такой, да, нежный, мудрый. Многие из вас были в браке, кто-то из вас имеет детей, многие из вас живут на земле, ну, на земле, в смысле, имеют собственный дом. У многих у вас есть своя недвижимость, где квартиры, кто-то имеет свою машину. Образование, конечно, есть. У многих из вас есть своя защита, такая, знаете, своя собственная энергетическая защита, родовая защита. Вы женщины, которые знаете себе цену. Вы себя очень любите. И, естественно, вы хотите, чтобы другие вас любили. Вы знаете, почему вы ушли от него? Потому что вы поняли, что он не признает вас, эту императрицу. Он не ведет с вами себя достойно, как должен вести император или мужчина с императрицей женщиной. Понимаете, не ведет себя так. Поэтому вы ему сказали, до свидания, дорогой. Я пошла. Как он видит вас? Еще. 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 Вот, смотрите. Своим уходом вы этому мужчине не даете спокойно жить. Он постоянно о вас думает. С утра до вечера. На работе. Или когда он в дороге. Или когда он куда-то едет. Или он перемещается. Или он кушает. Даже когда он в туалете сидит. Он постоянно о вас думает. Как основа о каком-то неком шансе, которую судьба ему дала. А он профукал, как всегда. И мужчина здесь просто устал уже. Он так хочет вас. Он так хочет с вами увидеться. Он так сексуально вас хочет. Он так хочет вас добиться. Он не знает, как это сделать. Как будто вы, уходя, сожгли все мосты. И не оставили ему практически никаких шансов. А он хочет этот шанс. Он просит у вас этот шанс. Чтобы вы снова дали. Он просто умоляет. Здесь мужчина не может по ночам спать. Если вы до того, как вы с ним расстались, как вы ушли. Если вы жили вместе и спали вместе в одной кровати. Вы знаете, как в этой кровати ему невыносимо спать одному. Вы даже не представляете. Он спит полу, знаете, как с ночником каким-то. Полу, там, не знаю, в комнате где-то включит свет. Полутемень. Потому что он лежит рядом. Видит рядом подушку. И на этой подушке вас нет. Вы знаете, а ему хочется волком выйти на луну. В такие моменты. Очень сильно. Потому что ему тяжело спать одному. Он привык спать с вами. С вашим запахом. А это он один. Ему такая тоска. Я даже не удивлюсь, если когда он спал с вами, просыпался где-то в 10, в 11, в 12 часов дня. И то вы его поднимали. То сейчас он просыпается в 6-7 часов утра. Потому что он рано спит. Вернее, рано просыпается теперь из-за вас. Ему как будто что-то не хватает. У него мозг тут же включается. Он устал. Он как будто устал. Как потерянный. Понимаете? С вашим уходом он думал, что все у него встанет на свои места. Типа он знает, как надо жить. Типа уходи, давай. Типа я без тебя знаю. Я не буду ни переживать, ни страдать. Давай, все, до свидания. Как будто вот такой отношений к вам был. Проходит какое-то время, недели-полторы. И тоска тоскующая начинается. Депрессняк. Единственное, что его спасает и вытаскивает с болота, это его работа. Вот она его действительно, как бегемота, из болота вытаскивает. Это его работа. Это хоть одна единственная отдушина. Потому что он понимает, что работать надо, зарабатывать деньги надо. Но кушать на что-то надо. А так вообще ничего не хочет. Он приходит с работы, знаете, сразу в постель, бум, и спать. Еще такой момент скажу. Может быть, ну, у кого-то проиграется. Если вы жили вместе, и после работы он бежал домой к вам, то сейчас после работы тоже домой идти не хочет. Он просто приходит, чтобы поспать, знаете. Вот поспал, утром встал, там помылся, побрился. Завтракал, не завтракал, даже непонятно. И опять давай куда-то ехать на работу. То есть такое какое-то отношение у него, знаете, к жизни. Как потерялся, он потерялся. А что он хочет от вас? Вот сейчас он что хочет от вас? Еще. Он хочет, чтобы вы вернулись. И готов пустить на это свою семерку мечей. Это хитрости, обманы, манипуляции, интриги, измены, коварства, воровство. Он через это готов вас вернуть назад. Потому что, говорят же, как в любви, так на войне все средства хороши. Вот он тоже самое. Готов пустить все в ход, лишь бы вас вернуть. Лишь бы опять почувствовать то счастье рядом с вами, которое вы излучали. Потому что вы очень теплая женщина. Очень мягкая женщина. Очень такая, знаете, пушистая. Такая теплая, родная, добрая, понимающая. Глазки умные у вас, понимаете? Вы такая хорошая психолог, чувствуете хорошо. Если вы ргаетесь, то вы ргаетесь по делу. Вы не истеричка какая-то сбалмошная, которая там орет непонятно чего. Нет, вы как-то так, знаете, разумная женщина, которая у мужика своего понимает с полуслова. Ну что вы хотите? Императрица, одним словом. Императрица не может быть другой и плохой. Она и есть истинная женщина. Какие качества истинной женщины в женщине? Вот это у вас. А вы заметили, что император еще ни разу не вышла? Ну давайте посмотрим, что он еще хочет от вас. Ой, господи, его воспитывать и воспитывать. Здесь большой мальчик. Мальчику сколько лет? 40, 50, 60 есть? Или чуть поменьше? Но мальчик трудновоспитываемый. Понимаете? Ваши дети быстрее воспитались, чем вы, чем он. Вот серьезно. Здесь мальчик трудновоспитываемый. Я не знаю почему, что на него так повлияло. Какая-то, может быть, другая среда обитания. Родился в другой семье, в другом городе, в другом районе, в другой стране. На небитаемом острове, я не знаю, может родился он. Среди пальм. И воспитали его, как маугли. Обезьянки. Поэтому он такой попался к вам, и вы думаете, боже мой, как мне же теперь его вразумить-то и с человеком его, и человека из него сделать. Мужчина очень странный, я вам скажу. Со своей колокольни все видит. Со своим царем каким-то в голове он ходит. Такой мужчина странноватый, конечно. Он всегда вам скажет, что он лучше вас знает. А вы, типа, женщина должна помолчать. Типа, твое место там, на кухне, ты должна что-то сегодня там, типа, мне вкусненькое приготовить. Давай, женщина, иди, да? Как-то такое, знаете, отношение у него. Хотя сам ничего без вас сделать не может. Вот пока ему не скажешь, что надо сегодня сделать то-то, 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 он же до него не дойдет. Он будет сидеть там, лифтанчики свои играть, там какие-то игры свои в телефоне играть, валяться на диване. То есть, а так он все знает о жизни. Он же мужик, типа, да? Ну, конечно. Родили его мужиком же. Не подпускает вообще никак, знаете, в свою душу. Невозможно туда вам залезть. Никогда не говорит. Вот молчит со своем, там что-то думает. Ты только, как женщина смотришь и догадываешься, что у него там, какие там тараканы с блохами футбол играют, а? А что там мысли, какие у него там могут быть? Ну, потому что такое вот отношение у него. Молчун такой. В разведке, что ли, может быть, я не знаю. Как и бэшник, может быть, у вас, девочки? М? Как и бэшник, да? ЦРУ работал, не? Такое отношение, никому ничего не скажу. Партизан, блин, хренов. Как из окопы только вылазит, смотрит, обстановка нормальная, ходить можно, не? Не бомбят? Путешествовать, да, любит. Не любит сидеть на одном месте. Ему все нравится, интересно. Не любит монотонный, может быть, какой-то вот, какую-то монотонную жизнь. Любит интересную жизнь, да? Так, по какой причине вы расстались? Давайте посмотрим вашу причину. Ой, я уже вижу. Ой, ну все понятно. Ага. Ну, мальчик, у нас тут бабник. Это первая. Первая причина. Мальчик-бабник. Вы долго терпели, наверное, на все это его похождение туда-сюда. А потом сказали, давай, до свидания. Вторая причина. Вторая причина. Это его заносчивость. Это его гордыня. Это его эгоизм. Я крутой. Я самый супер-пупер. У меня 10 высших образований. Я бывший спортсмен-плавец. Боксер и танцор. Да, я такой крутой. Самый лучший. Мне можно все. Я мужчина. Со мной спорить нельзя. Со мной надо только соглашаться. Наверное, все это на это смотрели. Вот на это, да? Чего он там выпендривается. И сказали, давай тоже опять до свидания. Третьим причинам. С этим человеком сложно жить. Потому что он не идет на контакт, в принципе. Вот ты с ним живешь. Ну и живешь просто. А он как ни рыба, ни мясо. За него все делать надо. За него все надо делать. Это знаете, как вот домой приходишь, там шкаф стоит, там диван стоит, и кресло стоит. Ну и муж стоит рядом тоже, да? Смотрит на тебя. Как приложение к твоей квартире. Как некая мебель, понимаете? Только ходячая. Это тоже третья причина. И причем, причем, считающая, что он как бы мужчина и делает мужские какие-то дела. А ты женщина, ты должна делать все. Потому что весь все это хозяйство, как бы, да, домашнее, на твоих плечах, милые. Давай разбирайся сама. И вы тоже сказали, плюнули, сказали, давай, я пошла. Мне это как бы не очень нравится все. Я не такого хотела мужа, да, или мужчину. Четвертая причина. Здесь знаете, у кого-то еще может поиграться четвертая причина. У кого-то проиграется, еще раз, не у всех. Что он не хочет детей. Он не хочет семьи. Вы с ним живете вместе и чувствуете, что он одинокий. Он не семейный человек. Детей он не хочет. Вас как жену не воспринимает. У него какие-то гулянки. Или у него какой-то вот приходит домой и хочет, чтобы его не трогали. И вы просто для себя определились, что с этим человеком у меня ничего не будет. Он не семейный. У меня не получится нормальной семьи с этим человеком. Вы тоже ушли. Ну, пятую я уже здесь как бы не вижу. Здесь пятая. Пятая я не вижу. Ну, дурака валяй, да? То есть дурака валяй. Ведет себя как-то поверхностно в отношениях, знаете. Не углубляется, закрытый. Спорит, вечно конфликтует. Может, это пятая уже будет причина. Давайте посмотрим. У него получится вас вернуть? Вы вернетесь к нему или нет? Угу. 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 Он настроен очень-очень решительно. Я вам говорю это сто процентов. Он настроен очень решительно. Вам понадобится... Я не знаю, что сделать, чтобы к нему не возвращаться. Потому что он будет делать всё, чтобы вас вернуть. Он считает, что вы по судьбе. Вы или его жена, и будете его женой. Или если пока не жена, то должны стать женой. Он чётко в этом уверен, что вы только подходите ему. Он сделал выбор в вашу сторону. Всё остальное его не интересует. Никакие там бывшие. Можете о них не упоминать. Потому что он любит только вас. И он хочет поставить точку или разрешить вопрос с любовью. Потому что он чётко хочет вам заявить о том, что он вас любит. Он об этом знает сто процентов. Что у него есть чувства к вам. Сильные чувства. От этих чувств он уходить не собирается. Бросать вас не собирается. Он вас любит. Хочет быть с вами. Поэтому, девочки, ну вот так. Если вы не хотите его, то вам придётся нелегко. Вы должны будете тоже отбиваться от него. Потому что он от своего не отступит. Здесь мужчины решительны. Он знает вас. И он знает свои чувства к вам. И не намерен вас отпускать. Да. Если вы знаете, что ваш мужчина пьющий. Он алкоголик. Или он выпивающий. Я могу вам сказать, что он будет с этим тоже решать вопрос. Потому что он хочет бросить пить. Он хочет бросить пить. Если он будет вас возвращать. И в тот момент он будет вам говорить, что я брошу пить. Даю тебе слово. Он будет говорить это на самом деле как чувствует. Как понимает. То есть правда. Потому что он действительно хочет бросить пить. Может быть он не знает как. Или ему нужна помощь. Это другой вопрос. Но то, что он хочет бросить. Это факт. Да, кстати, и с гулянками, наверное, тоже. Если вы поднимете этот вопрос, скажете. Так, ты хочешь меня вернуть? Хорошо. При этом условии. Если ты больше не будешь гулять. Я даю вам точно то же слово. Что он скажет. Да, я не буду гулять. И он его будет сдерживать. Ну, стараться будет сдержать. Потому что он тоже не хочет и ни гулять, ни пить. Он хочет решить эти вопросы. Что он сейчас хочет вам сказать? У него тоска тоскущая такая. Депрессияк у него вообще. Ему плохо без вас. Ему плохо без вас. У него кошмары снятся. У него ночью сегодня снились кошмары. Привидения, не знаю, призраки, наверное, там его будили духи. Спать ему не давали. Черти погоняли, наверное, палками. Ангели, ангелы летали над ним. Что он хочет вам сегодня сказать? Он вас очень сильно чувствует. У вас с друг дружкой есть очень сильная такая энергетическая связь. Знаете, на ментальном уровне. Вы друга очень хорошо чувствуете. Особенно в темное время суток. Когда начинаются сумерки. Он вас очень тонко чувствует. На астральном плане. И вы его тоже чувствуете хорошо. И вы как будто общаетесь даже с друг дружкой. Общаетесь как-то, знаете, даже. Типа, что надо? Оставь меня в покое. А он вам говорит. Ты когда вернешься? Ты мне уже надоела. То есть, знаете, даже так у вас какие-то словесные вот эти перепалки идут. Что он вам хочет еще сказать? Он считает, что у него нет никаких шансов. Он теряет все шансы, чтобы вас вернуть назад. Он так расстроен. Он так хочет с вами поговорить. Если вы его заблокировали, разблокируйте. Он вас просит. Потому что он нуждается в вашей помощи. Вашей поддержки. Вы та женщина, которую можете сделать его жизнью счастливее. Потому что ему очень тяжело по жизни. Он тащит свою карму. Вот это его карма. Он тащит ее по жизни. Бросить не может. И разобраться не может. А разобраться не может, потому что делает глупые поступки. Помните, я вначале сказала, мальчику сколько лет здесь? Сколько мальчику вашему лет? Он действительно мальчик. И он делал. И может быть сейчас тоже делает очень много ошибок в жизни. От этого у него и карма сложная. Он ее тащит. И вас тоже тащит. А с вами так легко общий язык найти. Очень легко найти общий язык. Потому что вы мудрая, умная женщина. Колковая женщина. Ему вообще, в принципе, повезло, что он встретил вас. И он это так сейчас считает. Но он никак, видите, не может с вами общий язык найти. Тогда, если он с вами не может общий язык найти, а что можно вообще говорить? С кем он еще сможет найти общий язык? С дурой, с истеричкой, что ли, какой-либо? Нет, конечно. Только умная, мудрая женщина сможет понять, простить, понять. Да? И сделать мужчину счастливым. Вот он поэтому хочет, чтобы вы к нему вернулись. Как все просто, да? Что он еще хотел бы вам сказать? Да. Он вам хочет сказать, что он порой бывает очень агрессивен. Очень агрессивен. Что вы не можете просто терпеть. Вы готовы пристрелить его на месте, распопелить его. Но он у вас просит прощения, потому что он хочет сказать, что он не может иногда сдерживать свою агрессию в вашу сторону. А эта агрессия порой бывает, знаете, ну, какая-то необузданная у него агрессия, непонятная для него тоже где-то. Может быть, там на работе что-то произошло. Или там элементарно его что-то сбесило в вас. Или супересоленный. То есть иногда он не может. Он мужчина. Он мужчина. Иногда вот эта агрессия, он его прям на вас. Давайте посмотрим. А по какой причине его вот часто бывают эти агрессии в вашу сторону. Ну, карта умеренности. Он не может контролировать порой свои эмоции. Он должен контролировать. Не может. Если он, например, перепьет. В том пьяном виде, да? В угаре. Начинает к вам цепляться. И пошло-поехало. Понимаете? Потому что он не умеет контролировать свои эмоции. Ему сложно это сделать. А что ему не хватает? Почему не может контролировать свои эмоции? Да, потому что он король мечовый. Это мужчина очень жесткий, холодный. Он агрессор по своей сути. Он любитель перепалок. Любитель ссориться, конфликтовать. Любитель сидеть в интернете и писать какие-то сообщения женщину. Понимаете? Вот он строчит. Он сидит и строчит эти сообщения. Потому что для чего? Для чего он такой? Почему он такой агрессор? Потому что он такой по своей сути, холодный. Он по своей природе. Это мужчина холодный. Может быть, кстати, имеет отношение к юриспруденции, бумаге, документам. Работа с металлом, медицина. Или там, где техника, электроника, компьютер, электричество. Это мужчина имеет к этой сфере. Может быть, у него первая группа крови. Может быть, любитель охоты, рыбалки. Мужик такой сибиряк. Понимаете? Челябинский тут мужик у нас. А челябинские мужики, они не любят сюси-пуси-муси. Там мужики жесткие. Понимаете, сибиряки. Они жесткие. У них климат такой. У них природа такая. И мужик такой же. Что вы хотите от него? Чтобы он тут сюси-пуси с тобой, надо его на эту энергию переключать аккуратненько. В эти энергии аккуратно переключать. А он не понимает эти энергии. У него в жестких энергиях, в жестких условиях, в жестком климате мужик родился. Еще неизвестно, в какой семье. Может быть, там отец пьяница. И мама там тоже неблагополучная. Вы понимаете? Сейчас, если копать... Я сейчас начну, если его копать, я такой вытащу, что у вас волосы, наверное, дыбом встанут. Поэтому у нас... А у нас время. Давайте мы чисто, да, по раскладу пойдем. Что он хочет вам еще сказать? Давайте посмотрим. Он сейчас пока ничего не делает, он наблюдает за вами. Имейте в виду. Этот мужчина постоянно заходит в интернет-соцсети и следит за вами. Я вам сейчас говорю, это 100%. Вот буквально последние несколько дней и еще ближайшее будущее тоже будет за вами наблюдать. Чтоб вы знали. Да, почему? Потому что он хочет к вам приехать. Он хочет сделать вам предложение. Он хочет с вами встретиться. Он хочет с вами обняться. Он хочет секс. Он хочет расслабиться. Мужчина напряженный. Он давно не расслаблялся. Он хочет вас. Он вас любит. Давайте еще скажем так. Он вас любит. И по двойке Пентакли хочет найти с вами контакт. Золотой сельдин, баланс. Если он раньше никогда не шел на этот контакт, и дипломат из него был хреновый, то он сейчас готов ради вас. И, знаете, и выслушать вас. И сказать, да, дорогая, я понимаю, прости меня. Я такой, ну я мужчина. Ну я дурной мужчина. Да, он будет оправдываться, что я из Челябинска, опять же. Но я без тебя не могу. Ты понимаешь, что я без тебя не могу? Он будет говорить, что он придурок, дурак, тупоголовый, ничего не понимает. Но он будет и говорить, что он без вас не может, потому что вы взяли над ним верх. Вы та единственная женщина, без которой он жить не может. Он постоянно о вас мечтает. Он сексуально вас постоянно хочет. Здесь мужчина страдальческий, сексуальный только к вам. Я вам говорю серьёзно. Давайте спросим. Вот я просто уже знаю без карт, что этот мужчина вам сексуально не изменяет. Давайте сейчас подтверждение карты увидим. Хорошо? Этот мужчина вам сексуально с кем-то ещё изменяет? С другой женщиной? Интимно у него с кем-нибудь есть? Ещё? 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 Вот смотрите, сейчас буду описывать, а вы делаете выводы. Хорошо? Потому что я чуть не очень-то понимаю, конечно. Так, очень не как будто у него были какие-то свидания. Свидания были с женщиной. Это было или где-то праздник какой-то, или день рождения, именины Кристины, праздник, торжество, ресторан, дискотека. Я не знаю, что-то такое. Он туда приезжал, то есть ездил к этой женщине, или они встречались. Здесь они хорошим, может быть, в месте таком, прилюдном, да? Но, но дальше дело не пошло, потому что башня-кризис. Здесь старший аркан. Всё, как будто всё. Вот это можно стереть, оставить только вот это. Не получилось. Потому что, может быть, я не знаю, по какой причине. Может быть, она не захотела с ним секса интима, да? Может быть, он чувствовал, что да, да, после сегодняшнего ресторана, бара, дискотеки, или праздника какого-то там, мы с ней, короче, почпокаемся. Но ничего не получилось, потому что башня. Просто я не знаю, кто эта женщина теперь опять же. Но она ему очень нравится. Видите, подвойка кубков. Эта женщина, он её любит. Она ему нравится. Он прям нашёл свою половинку. Но всё обломалось, ничего не получилось. Так что я не знаю, кто это. И всё, больше у него никого не было. Но здесь вот мужчина как будто какая-то вечеринка была. Люди, может быть, праздник какой-то, что-то такое. Но ничего не получилось, обломалось. Хорошо, интересно, когда он... Что он хочет вам сказать о своей любви, о своих чувствах к вам? Ну, вы женщина Девятка Пентакли, вы шикарная. Вы шикарно от него закрыты. Вы от него закрываетесь. Он говорит, почему ты от меня закрываешься? Почему ты такая красивая? Ты так выглядишь шикарно. Ты такая соблазнительная. И ты от меня закрываешься. Почему? Да, ты же мне дана, по судьбе. Когда снова откроешься? Он открыто сейчас говорит через меня. Моими только словами. Но его мыслями. Когда ты снова откроешься? Девочки, вы когда его разблокируете? Вы когда ему дверь откроете? Вы когда его домой пустите? Когда на работе с ним увидитесь? Он вас открыто спрашивает открытым текстом. Когда восторжествует Фемида? Ты честный у нас? Окей, хорошо, давай по честности. Неужели я не заслуживаю того, чтобы меня разблокировать? Неужели я такой гад, идиот, что меня можно заблокировать, меня вычеркнуть из жизни? Почему? Почему ты несправедлива ко мне? Если вы в браке, то мужчина хочет, чтобы вы по честности пустили его домой, потому что он ваш супруг, извините. Он ваш муж. Если вы не в браке, то он хочет вопрос решить по закону, что он не такой, он и демон, да? Чтобы вы от него прятались и закрывались. Что он еще хочет вам сказать? Хватит уже, хватит уже воевать, он вам говорит. Все, забудь измены. Прости обиды, предательства. Прости меня уже, все. Давай по справедливости решим этот вопрос, да? Это же себя надо поставить. Давай будем смотреть в будущее. Хватит, я уже устал. Я устал, я не могу по ночам спать. Мне плохо. Мне тебя в постели не хватает. Мне холодно одному. Слушай, уже зима скоро. Осень, холодно. У нас тут дожди вон вчера. Плюс два, плюс один. Совесть есть у тебя? Я в постели один мерзну. Меня никто не греет. У меня депрессия. У меня с этим коронавирусом уже вообще крыша едет. И тебя еще нет. Я вообще не знаю, как мне жить. Я хочу помириться. Он вам говорит, я хочу помириться с тобой. И он чувствует, что это возможно. Потому что вы не такая жестокая, как стараетесь показать себя. Вы достаточно очень добрая, мягкая, отзывчивая, понимающая женщина. Тем более, что вы пойдете на перемирие. Он это чувствует, что вы можете пойти. И вы должны пойти на перемирие. И даже должны. Потому что у вас столько мудрости, столько терпения. Вы же на маму его похожи. Он же не мог ошибиться в вас. Он не мог ошибиться в вас. Вы на маму его похожи. Конечно. Ведьмочка моя. Девочки, ведьмочки мои. Красотулечки. Мастера практики. Как этот вчера. Кто смотрел операции ПРТ? Вчера, по-моему, было. Тунеядцы. Алкоголики. Сегодня наряд на сегодня. Мясокомбинат я. Строймонтаж я. Так и вон здесь, да? Он так и вам хочет сказать. Ведьмочка моя. Вернись ко мне. Я уже все. Я осознал. Я уже все понял. Вернись. Кошка моя черная. Пантера моя. Вернись. Я без тебя никто и ничто. Да. Слушайте, ну прямо здесь. Я еще, знаете, что хочу сказать? Только не смейте, девочки. Если вы его будете... Ну, не возвращать именно. А я имею в виду, если вы опять с ним увидитесь, да? Когда он вернется. Или когда вы к нему вернетесь. Вы сразу поймете. Он небритый. Похудевший. Грязные штаны какие-то немыты, не стиранные. Мятая рубашка. Вот сразу видно. Знаете, вот когда женщина выходит из дома, там, обиделась и ушла от мужа, да? Или от мужчины. И возвращается назад. Всегда сразу видно по мужику, что он делал за это все это время. Сразу голодный. Ну, сразу видно, килограммов несколько там скинул. Небритый весь. Какой-то воняет каким-то бензинным керосином. Непонятно. Улицы каким-то песком, каким-то грязью какой-то воняет. Трусы там какие-то у него в куче все валяется. Рубашки все. На нем грязная рубашка нестиранная, мятая вся. Валяется. Короче, бардак. Открываешь холодильник, там пустота какая-то. Консервы валяются. Сметана там, булка. То есть сразу видно, какой кошмар. И почему мужик очень сильно хочет, чтобы женщина вернулась. Постель тоже, знаете, незаправленная, какая-то мята, перекошенная. Приходится все и аккуратно все это. Вы понимаете, да, что я говорю? Ну, вот так вот. Я как бы пример привела. Что если вот кто будет возвращаться к своему мужчине, да, вы прям вот такую разницу почувствуете. Вот когда вы уходили, какой он был. Когда он, вы когда вернулись, какой он, как побитая собака. Типа, вернись, милая. Потому что сразу, знаете, за одни сутки. И дома чистота будет, и красота будет, и холодильник полный будет. Ну, я надеюсь, он продукты принесет, а вы сделаете так, чтобы он продукты принес. Потому что вы дама пентакливая. Вы не из той категории женщин, которая будет сидеть на булке со сметанкой. Но вы тут же обед, первый, второй, третий и компотная ерунда. Да, то есть дома всегда будет вот сразу преобразовывается квартира или дом в красоту. И, конечно, ему хочется приезжать. А куда он будет, куда он денется? При первом вашем появлении, первую неделю, у нас мальчик тут будет околачиваться постоянно дома. Понимаете? После работы он будет просто на крыльях ночи, да, лететь на своем пропеллере домой. Чтобы только покушать вашу вкусную еду. Чтобы только вас обнять, с вами поговорить. Потому что ему не хватает теплоты. Не хватает теплоты. Что он хочет вам сказать? Ну, все, жрец говорит, все. Ну, он хочет ваше возвращение. Ему больше уже сказать нечего. Он уже не говорит. Он уже просто как воет, понимаете? Вот когда кто-нибудь видел, как показывают в интернете, закрывают, когда этих хаски, там собачек дома, а хозяев где-то на работе. И вот они начинают выйти. Скулят, скулят. Ну, потому что, ну, одно животное дома, гулять же хочется. А он скулит. Вот такое ощущение, как вот здесь уже, здесь у нас чувак уже скулит просто, девочки. Здесь мужчина уже поскуливает уже. Ну, вернись ко мне. Ну, мне плохо. Ну, я хочу быть с тобой. Ой, мне одинок. Я хочу к тебе обняться. Я хочу вкусно покушать. Понимаете? А у вас же и у всех практически, ну, и императрица же, очень сильно развито чувство, материнское чувство. И вы как, вы к нему же как к собственному дитю, знаете. Ну, вот у какой матери, да, сердце не щемит, когда ребенок один? Вот здесь то же самое, да? Ну, вот ребеночек мой один там. Ну, да, ну, шалит, господи, они все шею ловли. Я же сговорю, здесь большой ребенок. Это то же самое, да? Ну, вот нашалил, но все, ну, вот, ну, блин, приду, по заднице надаю. Но все равно мое, да? Вот мой любимый все равно. Куда же он без меня? Кормить-то надо его. Стирать-то надо, убирать надо. А как он без меня один-то? Здесь у женщины сразу просыпается от этого инстинкта. Чувство материнское. Девочки, вот такой был расклад. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я сегодня очень странно веду расклад, потому что я говорю тихо и очень близко к этому. К микрофону, да. Вам подсказывают. К микрофону, потому что немножко болит горло. Буду сейчас лечить. Девочки, я вас всех люблю, я вас всех обожаю. Будьте счастливы, пусть у вас в жизни будет все хорошо. Самое главное, берегите себя, берегите своих близких. И до скорых встреч.